хорошо спасибо татьяна викторовна уважаемые слушатели напомню тему нашего сегодняшнего вебинара организация комплексного сопровождения детей семей группы риск специалистам образовательного учреждения о чем же мы сегодня с вами поговорим в первую очередь что же такое группа риска да какие же дети могут попасть в группу риск когда на каких детей нам следует обратить особое внимание а и какие направления деятельности что же должны делать специалисты для во первых профилактики для того чтобы наши дети не попадали в эту группу риска да и что же мы должны с вами делать если дети уже находятся в этой группе мы тоже поговорим сегодня с вами об этом татьяна викторовна уже сказала да что можно можно скачать презентацию которая будет сегодня у нас в течение вебинара на транслироваться и еще вот вижу уже алла пишет спасибо большое за предоставленную информацию да там во вкладочке как всегда есть от меня небольшой приятный бонус думаю он будет полезен там алгоритм действий специалиста прописано сам алгоритм действий и прописана небольшая такая анкетка дана вам а в помощь для работы с детьми да и семьями детей группы риска но немножечко как всегда теоретическая часть для того чтобы мы понимали с кем мы работаем да с какими детками и что же у них отличительного такого дети группы риска это категория детей по силу определенных которые в силу определенных обстоятельств своей жизни более других категорий подвержены негативным в первую очередь внешним воздействием со стороны общества со стороны окружения со стороны каких-либо криминальных элементов и они могут стать причиной дезадаптации в первую очередь несовершеннолетних а семейное неблагополучие это одна главная и первая причина по найдению детей группу риска но это не значит что если ребенок если семья ребенка и находится в неблагополучном состоянии то ребенок обязательно будет социальным нет это не так а именно семейное неблагополучие может порождать массу проблем поведения детей в их развитии в образе жизни и приводит к нарушению определенных ценностных ориентаций то есть ценности у ребенка а имеют немножечко другой вектор а вместе с тем в работе с ребенком социального риска для педагога практика до для педагога психолога до актуально становится не только знание общих подходов в общей девиантологии да сколько возможностей факторов риска до конкретного ребенка в конкретной жизненной ситуации анализ причин а его неблагополучие прошу прощения выстраивание на именно его личных основах программ профилактики как я уже сказала да каждый случай он особенный да у нас мы имеем такую определенную общую канву да но каждый случай каждого ребенка и помощь каждому ребенку мы с вами делаем индивидуальную да и программу профилактики делаем опять же индивидуальную а для решения проблемы конкретного ребенка и перевода его из группы риска в группу уже норма до необходима организация опять же индивидуального сопровождения не только ребенка но и семьи в целом а почему мы все с вами знаем да что семья это первый социальный институт который влияет на ребенка детский сад школа любое другое образовательное учреждение это уже у нас идет немножко второстепенно да мы все сами понимаем что огромную часть времени у нас ребенок находится в школе да и школа ну как многие родители говорят воспитывает да но школа воспитывает ребенок находится там большую часть времени может быть даже и большую часть времени да смотря как распланирован его учебный день но семья является также социальным институтом с которым мы обязаны работать а многие авторы говорят что сопровождение предполагает создание педагогам условия для приятия субъекта развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора и также для успешного обучения ситуациях школьного взаимодействия естественно если ребенок будет занят как бы но семейными проблемами да если у ребенка в семье не все будет стабильно и он будет находиться в группе риска то об успешном обучении речь но не то что не может идти успешное обучение будет очень затруднено а когда ребенок не имеет достаточных ресурсов это могут быть и внешние и внутренние не может самостоятельно без помощи взрослых способ справиться с какими-либо препятствиями которые возникают у него в жизни а когда кризису допустим к возрастному до прибавляется еще социальные и педагогические ему необходимо помощь извне да ему необходим тот человек который окажет ему поддержку защитит его права и поможет активизировать свои ресурсы а этот процесс имеет многофункциональный характер и обеспечивает опять же целостное развитие личности имеет определенную временную протяженность то есть это делается не за один раз да и это должно быть комплексное сопровождение то есть это должен делать не один специалист а это должно делаться в комплексе да в комплексе сопровождения процесса именно развития человека который находится в сложной жизненной ситуации а с одной стороны мы сопровождаем ребенка помогаем ему решать возникающие проблемы повысить свои шансы на жизненный успех а с другой стороны мы обеспечиваем его социализацию его индивидуализацию и возможность адаптироваться в обществе а по времени если мы говорим о том но очень часто задается вопрос да как долго мы должны сопровождать ребенка до как долго это должно длиться а по времени сопровождение начинается с момента попадания ребенка находящегося в трудной жизненной ситуации в поле зрения социально-педагогических служб и заканчивается выходом и жизненно трудной ситуации это не так что допустим мы наметили план помощи ребенку да на три месяца и он за три месяца у нас а не справился с жизненно трудной ситуации и все у нас тут закончилось да наше сопровождение нет план сопровождения может постоянно меняться он может дополняться он может корректироваться и а мы только заканчиваем работу с ребенком когда он уже вышел из жизненно трудной ситуации а сейчас на слайде вы видите да кто же у нас может относиться к детям группы риска это мы о них еще попозже поговорим более конкретно прям глубоко да это педагогически запущенные дети это социально запущенные дети и социально незащищенные дети вот три основные категории детей группы риска да но касаемо сопровождение что же мы должны делать как мы это делаем и сама характеристика да а если говорить о сопровождении опять же необходимо ответить тот момент что это комплексный метод в основе которого лежит единство четырех функций первое это диагностика существа важнее изникшей проблемы то есть мы видим проблема мы должны ее диагностировать а также инфуру информация о путях возможного решения проблемы то как мы будем ее решать желательно чтобы выходом до что вот этих путей решения проблемы было у нас несколько а консультации на этапе принятия и выработки плана решения то есть не так что мы услышали о проблеме до да сами себе решили что нам нужно решить эту проблему и разработали план нет мы должны план до разработки плана да проконсультировать ребенка его семью если семья идет на контакт это прям прекрасно и будет хороший да после этого но мы вырабатываем план опять же план этот комплексный у нас работает не один специалист да не только это у нас социальный педагог там классно руководитель а или ну там педагог психолог это у diagnosis комплексное да это у нас и классный руководитель и администрация Если в учреждении у нас есть и социальный педагог, и педагог-психолог, это вообще прям замечательно, тогда мы собираем вот всю эту команду, и эта команда у нас составляет план работы с ребенком, после чего у нас идет первичная помощь при реализации плана решения. После этого у нас идет уже корректировка нашего плана, да, и уже работа с этой корректировкой. Если говорить о ситуации в данный момент, да, дети группы риска, то ситуация развития общества на современном этапе, они приносят жизни ребенка ряд угроз, рисков, которые молодой, еще не сформировавшейся личности противостоять очень трудно, да, И преодолеть многие потери, да, и срывы очень сложно самостоятельно. Особенно сложно процесс развивается у детей так называемой группой риска, да, если ребенок не относится к группе риска, то многие кризисные моменты ему пережить намного легче. А если ребенок попадает в нашу группу риска, то ему опять же делать это сложнее. И процесс социализации у детей из неблагополучных семей, допустим, дезадаптированных, да, дезфункциональных семей, где дети обделены заботой и вниманием, то процесс социализации и адаптации, естественно, у таких детей может вызывать сложности. Понятие дети группы риска может считаться сегодня общепринятым, однако есть, ну, различные трактовки, да, вот одно из определений вы сейчас видите на экране. Дети группы риска это категория детей, которая в силу определенных обстоятельств своей жизни, более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям Со стороны общества, криминальных элементов, ставших причиной дезадаптации несовершеннолетних. Здесь мы говорим, да, о несовершеннолетних. А если говорить под понятием дети группы риска, какие же категории детей у нас сюда попадают? Дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной клинико-патологической характеристики. То есть у нас есть определенное нарушение в развитии. Ребенок, он не требует особых образовательных потребностей, у него нет инвалидности, но у него есть определенные моменты, возможно, какой-то задержки, возможно, где-то что-то физически тоже, ну вот, идет определенное нарушение. Они могут попадать в группу риска. А следующее. Дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств. Дети, которые находятся под опекой, дети также из приемных семей тоже могут попадать в категорию детей группы риска. А также дети из неблагополучных или асоциальных семей. Дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально-психологической помощи и поддержке. И дети с проявлением социально-психологопедагогической дезадаптации. Дети, которым сложно адаптироваться в нынешнем обществе, да, и которым сложно привыкнуть к некоторым определенным нормам, правилам и законам. По мнению Казаковой можно выделить некоторые факторы группы риска, да, которые создают определенную опасность для ребенка. То есть, которые могут влиять на, ну не на скорость, а на возможность попадания ребенка в группу риска. Это психофизические, социальные и педагогические, да, как особый вид социальных. То есть, если у нас есть нарушения в психофизическом плане, да, если у нас есть нарушения в социальном плане, или же, если у нас имеет место быть педагогическая запущенность. Также выделяют следующую группу факторов риска. Первая группа – это медико-биологическая группа. Здесь у нас попадают сюда дети, которые имеют определенную группу здоровья. Мы все с вами знаем, да, что поступая в школу, ребенку определяется определенная группа здоровья. Так вот, если группа здоровья имеет определенные нарушения, да, если у ребенка есть определенные нарушения, он попадает не под основную группу здоровья, то это тоже может быть фактором попадания в группу риска. Также определенные наследственные причины. Мы знаем, да, что у нас есть заболевания, да, генетические, которые передаются и генетически по наследству. Здесь у нас тоже эти дети могут попасть в группу риска. Следующее – врожденные свойства или же нарушения в психическом и физическом развитии. А здесь тоже попадают эти дети в группу риска. Условия рождения ребенка, заболевания матери и ее образ жизни. Причем образ жизни матери влияет еще до беременности, да, также в перинатальный и постнатальный период. Это все, все заболевания матери, образ жизни, естественно, влияет на ребенка. Или же, если были какие-то травмы внутриутробного развития и травмы, возможно, в родах. Это тоже имеет место быть. Следующая категория, следующая группа факторов риска – это социально-экономические. Сюда могут попадать, это не обязательно, да, эти факторы будут влиятельны. Я говорю те факторы, которые могут быть причиной попадания детей в группу риска. Это многодетные и неполные семьи, несовершеннолетние родители, безработные семьи, семьи, ведущие аморальный образ жизни, неприспособленные к жизни в обществе. Это могут проявляться в бегстве, в бродяжничестве, в безделье, в воровстве, в мошенничестве, в драках, в убийствах, в попытках суицида, в агрессивном поведении и в таких асоциальных моментах, да, как употребление спиртных напитков и употребление наркотиков. Это у нас социально-экономические причины, факторы. Следующая группа – это психологические, это отчуждение социальной среды, непринятие себя, какие-либо невротические реакции, нарушение общения с окружающими, эмоциональная неустойчивость, неуспех деятельности, неуспех социальной адаптации. То есть ребенок не может хорошо себя чувствовать в окружающем мире, да, он не может себя чувствовать комфортно. Трудности общения, трудности взаимодействия не только со сверстниками, да, и со своим окружением, но и со взрослыми – это тоже может быть фактором попадания ребенка в группу риска. И последняя группа – это педагогическая, да, несоответствие содержания программ образовательного учреждения и условия обучения детей с их психофизиологическими особенностями. Смотрите, какая здесь ситуация. Педагогический фактор, да, ребенок не может освоить образовательную программу учреждения в силу своих педагогических особенностей. Она для него сложная. Либо же он не воспринимает ее. И это тоже может быть причиной попадания в группу риска. То есть ребенок не успевает по школьной программе, он в ней отстает, да, и его, ну, так сказать, определяют в группу лузеров, да. И тогда он тоже может попасть в группу риска. Также это темп психического развития детей, темп обучения. Опять же, несоответствие, да, ребенку нужно, возможно, что-то помедленней, а его гонят с обучением. Также преобладание отрицательных оценок, неуверенность в деятельности, отсутствие интереса к учению, закрытость для положительного образа и несоответствие образу школьника. Это может быть со стороны как педагога, так и со стороны родителей, да. Допустим, если ребенок в какой-то мере не оправдал их надежды и ожидания, тогда они начинают его как бы поддергивать в том плане, что он не достиг тех успехов, которых бы хотелось им. И за счет этого негативной оценки у нас ребенок тоже может попасть в группу риска. Какие же основные причины отнесения детей к группе риска могут служить, какие обстоятельства жизни, да. Пьянство одного или обоих родителей, их асоциальное поведение, это может быть и воровство, это может быть и попрошайничество, это может быть и устройство в квартире определенных притонов для криминальных асоциальных элементов, да. И также это может быть отбывание одним из родителей строго тюремного заключения, алкоголизм, употребление наркотиков, психические заболевания одного или обеих родителей. Таким образом, основная отличительная особенность детей группы риска заключается в том, что формально и юридически они могут считаться детьми, которые не требуют особых подходов, да. У них есть семья, у них есть родители, они посещают обычные общеобразовательные учреждения, то есть как бы со стороны юридической все прекрасно, все хорошо. Но фактически в силу причин различного характера, которые эти причины не зависят от детей, да, эти дети могут оказаться в ситуации, когда не реализуются в первой, в полной мере или вообще, ну, как бы убираются их базовые права. Право на уровень жизни, да, которое необходимо для полноценного развития и права на образование. Мы знаем, да, что есть базовые права, которые закреплены в конвенции ООН, да, о правах ребенка, а также другие законодательные акты, это наша конституция, закон об образовании, да. Мы все с вами знаем, что там заключены следующие права, да, в первую очередь это право на уровень жизни, необходимый для их полноценного развития и право на образование. Это вот основные права, которые, основные моменты нужно, которые необходимо выполнять родителям. Если говорить о самой работе, да, организации работы по раннему выявлению детей из семей группы риска в образовательном учреждении. Какой же у нас алгоритм именно раннего выявления детей из семей группы риска? Мы все с вами понимаем, что чем раньше мы начнем работу с детьми из семей группы риска, тем быстрее мы ее, во-первых, завершим, да, и тем меньше нам придется корректировать и исправлять это все. Работа с детьми из семей группы риска должна носить комплексный характер, разворачиваться во всех формах социальной, педагогической и психологической помощи. Как я уже говорила, это не театр одного актера, да, когда работает один специалист. Здесь у нас должна работать группа специалистов. Если говорить о том, когда же это все началось, еще в 1999 году в России был принят федеральный закон номер 120 об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений, регламентирующий вопросы помощи и поддержки детей, фактически формирующий общегосударственную технологию работы с детьми из семей группы риска. Естественно, этот закон, он вносились изменения, он корректировался, но первоначально это было еще в 1999 году. Он спроектирован с учетом принципов системности и представляет собой общегосударственную модель и технологию профилактической работы с несовершеннолетними. Раннее выявление детей из семей группы риска. Основные задачи это обнаружение семьи или ребенка, который находится в тяжелой жизненной ситуации, сообщение о семье или ребенке в органы системы профилактики и безнадзорности, и учет семей и детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. То есть все это мы должны с вами сделать. Важным условием эффективной работы по выявлению детей группы риска является своевременное обращение в первую очередь. Это классного руководителя или учителя к специалистам сопровождения. То есть если вы заметили следующие моменты, то мы не бежим в опеку. Мы говорим об этом сначала на уровне образовательной организации, будь то школа, будь то детский сад или колледж. Мы сначала обращаемся к своим специалистам сопровождения. Если у ребенка есть наличие серьезных поведенческих проблем, допустим, отказ от соблюдения установленных норм или правил, агрессивное поведение, появление у ребенка проявлений депрессивного состояния. Это может быть замкнутость, это может быть уход в себя, какие-либо эмоциональные всплески, агрессивные или же какие-то еще. Также пропуска учащимся уроков и учебных дней без уважительной причины. То есть обычные такие систематические прогулы, мы на это тоже обращаем внимание. Употребление или предполагаемого употреблениями спиртных напитков или каких-то других наркотических веществ, мы на это тоже обращаем внимание. Если мы знаем, что у ребенка на данный момент кризисная ситуация в семье, то тоже необходимо, возможно, будет помощь. Резкое ухудшение состояния здоровья и в других случаях, когда ухудшение социальных условий представляет угрозу в первую очередь эмоциональному и психологическому благополучию ребенка. Если эти факторы имеют место быть, это не значит, что, как я уже сказала, мы сразу же бежим в опеку и начинаем говорить через эти органы. Нет, здесь сначала мы с вами работаем в направлении школы, в направлении детского сада, в направлении образовательного учреждения. Мы сначала как бы пытаемся помочь, пытаемся решить ситуацию на этом уровне. Какие же способы получения необходимой информации? Как мы можем получить информацию? Сейчас я перечислю ее потом более подробно по каждому методу. Анализ журналов групп. Опрос мнения преподавателей об обучающемся. Допустим, один преподаватель к вам пришел и сказал, вот он не делает там систематические домашние задания и так далее и тому подобное. Это не значит, что ребенок там сразу же относится к группе риска. Возможно, он только у этого педагога это не делает. Здесь тоже должен быть опрос мнения преподавателей нескольких. Анализ учета посещаемости занятий. Допустим, возможно, он прогуливает только какое-то одно занятие. Опять же, мы выясняем, почему он это делает. Анализы фиксированных нарушений дисциплины. Беседы с родителями обучающихся. Социометрические исследования. То, в каком положении, то на каком уровне у нас находится наш ребенок в своей образовательной среде. Наблюдения. Беседы, опять же, с обучающимися. То есть, с одноклассниками или же с детьми, в группе которой находится наш ребенок. Если также запрос информации от педагога-психолога, если это делает у нас не педагог-психолог, да. И, возможно, это делает социальный педагог или классный руководитель. И запрос информации с предыдущего места учебы. Если имел место быть перевод ребенка с одной школы в другую. На этапе сбора и обработки информации о семье используются такие диагностические методы, как наблюдение. Ну, здесь это изучение внешних проявлений поведения, да. Беседа. В социальной диагностике метод получения корректировки информации на основе вербальной коммуникации. Да, просто у нас ребенок рассказывает, что к чему, мы задаем ему вопросы. АПОС, он может быть устный и он может быть письменный, анкетирование, да. Анкетирование – это у нас метод сбора статистического материала путем именно опроса диагностируемого. И также тестирование – это наши обычные тесты, да. И ранжирование – расположение собранных данных в определенной последовательности в порядке убывания или нарастания показателей. А выявление детей социально-эмоциональными проблемами осуществляется, опять же, как я уже сказала, в процессе систематически проводимой массовой диагностики. Или же, смотрите, мы можем проводить диагностику вот как бы со всем классом, да, и выявлять детей группы риска. Либо же у нас есть какой-то сигнал о проблеме. Сигнал о проблеме может исходить от самого ребенка, от учителя, от родителей или от других представителей ближайшего обучения, окружения, прошу прощения. Так выделяется ряд требований, которым должен отвечать диагностический инструмент. Это нацеленность на выявление позитивных факторов развития и поиска решения проблем. То есть здесь у нас мы должны использовать положительное качество, и за счет положительных качеств мы идем к решению проблемы. Следующий диагностический материал должен быть прост и доступен, и также он должен быстро перерабатываться. Почему это хорошо, да? Представьте, там класс у вас 30 человек, и вам нужно выявить детей группы риска. Если вы берете слишком сложные тесты, ну, вы просто замучаетесь работать с ними, да, поэтому процвета и доступность, и скорость переработки тоже ставят у нас на первое место. Такие методики позволяют быстро и эффективно выявить пути решения проблемы. И диагностический инструмент должен обеспечить безопасную, с точки зрения возможности разглашения информации, процедуру исследования, соблюдение принципа приоритетов ребенка. То есть это все должно быть, ну, конфиденциально, естественно, и мы должны это с вами понимать. Что же мы с вами должны делать и как мы это должны делать? В первую очередь это беседа с учителями и с классным руководителем, беседа с родителями, изучение особенностей развития, это может быть наблюдение, да, точно так же мы смотрим, как ведет себя ребенок. Изучение данных об успеваемости ребенка, анализ учебных проблем, изучение особенностей классного коллектива, это социометрическое исследование, наблюдение, беседы с учителем, классным руководителем и анализ карт сопровождения класса, да. Сбор информации о состоянии здоровья, если есть медицинская служба в классе, в школе, прошу прощения, это вообще замечательно, если нет, то другими способами мы узнаем о здоровье нашего ребенка. Анализ социального портрета класса и анкетирование родителей, здесь можно взять анкету особенностей семейного воспитания. И мы работаем в этом направлении. Также мы можем включать определенные методики, да, справки, таблицы, документы, медицинские карты, если такие есть, прочая документация, все, что нам доступно, мы изучаем, да, для того, чтобы наша диагностика, наше исследование было как можно полным, да. Ну и давайте рассмотрим компетенции педагогического коллектива нашего образовательного учреждения, именно в рамках индивидуального сопровождения детей группы риска. А что же делать должен каждый специалист для того, чтобы работать с детьми группы рисков? Для директора образовательного учреждения ориентация педагогического коллектива на индивидуальный или персонифицированный подход к учащемуся, подключение к данным вопросам всех членов педагогического коллектива, представителей родительской общественности, Совета профилактики, да, если есть такой в школе, и есть определенный координационный план, да, о котором я сейчас вам расскажу. Что же должен делать, что не должен, что может делать, да, это такое как бы в помощь, здесь не то, что вы обязаны это делать, но это в помощь вам небольшой план. Как классный руководитель? Что же он делает? Его организационная работа состоит из следующих моментов. Составляет социально-педагогический паспорт класса, составляет характеристики на детей из семей группы риска, если такие есть. Составляет социально-педагогическую характеристику класса в начале и в конце учебного года, то есть общую, да, характеристику, и выявляет детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Если это у нас начальная школа, да, то классный руководитель у нас находится большую часть времени, естественно, со своим классом, и все моменты, да, какие происходят с детьми, и, естественно, он отмечает, естественно, он замечает, и он обращает на это внимание. Если говорить о работе с родителями, что же у нас делает наш специалист? Осуществляет связь с родителями, посещает семьи детей из семей группы риска, проводит консультации для родителей. Консультации могут быть совместно с социальным педагогом, с педагогом-психологом, просто с психологом, да, организует работу с родительским активом и участвует в работе малого педагогического совета. Если говорить, что у нас классный руководитель делает с обучающимися, да, работа с учащимися, то у нас здесь осуществляет контроль за посещаемостью занятий учащихся, осуществляет контроль за текущей успеваемостью, способствует вовлечению трудных детей в кружки и секции, да, а здесь он у нас корректирует поведение посредством включения в общественную деятельность, да, также он проводит профилактические беседы с детьми из семей группы риска и занимается трудоустройством обучающихся. Это уже у нас наши более старшие классы, да, мы с вами все знаем, что с 14 лет в согласии родителей ребенок имеет право работать, с 16 лет уже без согласия родителей, да, у них есть определенные свои нормы для работы, но это не мешает им делать определенные, выполнять определенные обязанности, да, и получать за это определенную оплату. Если мы с вами говорим о том, что же должен делать социальный педагог, его организационная работа, он проводит анкетирование учащихся, организует встречи с родителями, участвует в формировании классов, если есть такая необходимость, участвует в подборке классного руководителя, делает он это совместно с администрацией школы, опять же, если есть в этом у нас необходимость. Участвует и составляет картотеки и свободные таблицы на детей из семей группы РИСКО. С этим работает у нас наш социальный педагог. А как же работает у нас социальный педагог с педагогическим коллективом? Он доводит до сведения учителей результаты тестирования, проводит консультации для учителей-предметников, разрабатывает рекомендации по работе с детьми из семей группы РИСКО и доводит их до сведения педагогов. Выступает с сообщениями на педагогических советах, выступает на методических объединениях, в совещаниях, помогает классным руководителям в выборе тематики для классных часов, участвует в сохранении контингента и предупреждения от сева учащихся, проводит деловые игры для отработки навыков и умений педагогов по работе с детьми из семей группы РИСКО. И также он еще у нас работает с родителями и учащимися, с родителями, какие у него направления деятельности есть. Он посещает семьи детей из семей группы РИСКО, можно это делать совместно с классным руководителем, после чего он составляет акт посвящения учащегося на дому, если это необходимо. Приглашает детей из семей группы РИСКО и их родителей на малые педсоветы, проводит консультации для родителей, готовит сообщения на родительских собраниях, организует работу с родительским активом или с родительским комитетом, участвует в работе малопедагогического совета, не один-два раза в месяц. И работа с учащимися. Что же делает наш социальный педагог с учащимися? Он посещает уроки с целью наблюдения за учащимися, курирует успеваемость детей из семей группы РИСКО совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, проводит профилактические беседы с детьми из семей группы РИСКО, направляет детей из семей группы РИСКО на консультацию к психологу, если это необходимо, и также занимается трудоустройством учащихся, о котором я говорила, да, немножко ранее. А если мы с вами говорим о деятельности педагога-психолога? Педагог-психолог проводит диагностику консультации детей и родителей, помогает в выборе дальнейшего образовательного маршрута, если необходима консультация по профориентации, дает рекомендации на городскую ПМПК, да, психолого-медико-педагогическую комиссию, если опять же это необходимо, проводит индивидуальные беседы с родителями по тактике воспитания, организует ролевые игры с учащимися, родителями, детьми, это может быть проигрывание конфликтов, это может быть проигрывание каких-либо других жизненных ситуаций, и обучает родителей приемом коллекционной работы с детьми, опять же, если это у нас необходимо. Следующий, кто у нас работает с детьми, с семьей группы риска, это у нас заместитель директора по воспитательной работе, что же делает он? Организует доступ и дополнительное образование учащихся, организует летние спортивные лагеря, и не только спортивные, осуществляет связь с социальными приютами и общественными фондами. Это у нас делает заместитель директора по воспитательной работе. А если говорить о малом педагогическом совете, что же делает у нас он? Приглашает для беседы родителей, разбирает конфликтные ситуации детей, семей и группы риска, предлагает учащимся и их родителям формы дальнейшего обучения ребенка, возможно, это может быть, допустим, семейное обучение, если есть такая возможность, но опять же, в социальных семьях это не совсем приемлемо, это может быть надомное обучение, если это необходимо. Также малопедагогический совет выходит в случае необходимости в отдел профилактики правонарушений несовершеннолетних, в наш ПДН, направляет документацию в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в дорогие образовательные учреждения, это может быть специальное образовательное учреждение, допустим, для детей с девиантным поведением, а также осуществляет систему контроля за обучением учащихся и при помощи классного руководителя и социального педагога. И также малопедагогический совет оформляет документы при необходимости, если ребенка необходимо оформить в какие-либо социальные приюты или же детские дома. Если говорить об алгоритме действий Совета профилактики правонарушений по факту совершения ребенка правонарушений, что же мы должны сделать, если имело место быть правонарушение. Поступление информации от субъектов профилактики о совершении ребенка правонарушения, после чего идет у нас информирование всех лиц, заинтересованных в профилактической работе по данному фактору, это педагогический коллектив и это работники, ой, прошу прощения, это родители, педагогические работники и родители, да, внесение полной информации о несовершеннолетнем, совершившем общественно опасное деяние до достижения возраста уголовной ответственности в карте учета. То есть мы все эти моменты должны с вами учитывать. Также идет следом постановка несовершеннолетнего на сначала внутришкольный контроль, потом составление индивидуальной карты социального сопровождения несовершеннолетнего с привлечением всех специалистов в систему профилактики. Я уже сказала, да, профилактикой у нас занимается не один, допустим, классный руководитель, не один там социальный педагог или там педагог-психолог, это уже у нас идет наше комплексное сопровождение. При необходимости подготовка и направление материалов в комиссию по делам несовершеннолетним и защите их прав, личное участие в заседании, представление интересов ребенка, если это необходимо. А также закрепление над несовершеннолетним общественного воспитателя, введение банка данных несовершеннолетних данной категории. Это все тоже мы должны с вами делать. Алгоритм действий классного руководителя, если ребенок совершил правонарушение. Сбор информации, характеризующая ребенка, его окружение и семью. Подготовка необходимых документов для постановки ребенка на внутрешкольный контроль. Разработка, корректировка плана работы с классным коллективом по профилактике правонарушения, с привлечением, опять же, всех субъектов профилактики. То есть работает у нас не только классный руководитель, как у нас очень часто любят это делать. Повесили все на одного бедного классного руководителя, как хочешь, так самое разбирайся. Нет, здесь, как я уже сказала, у нас идет системная работа. Вот краем глаза, сейчас немножко отвлекусь, Елизавета, кто такой общественный воспитатель? Смотрите, ну, по крайней мере, в нашем городе есть система наставников. Вот это и есть именно общественный воспитатель, то есть наставник, который может помогать, корректировать поведение ребенка. Также классный руководитель, возвращаемся к нашему классному руководителю, он разрабатывает и корректирует план работы с родителями обучающихся. Также ходостайство перед администрацией школы, советом профилактики, если есть такое, о закреплении над несовершеннолетнего, опять же, нашего общественного воспитателя, нашего наставника. И внесение вопроса о снятии снутришкольного контроля, учета, контроля. Если у нас мы видим, что ребенок исправляется, и за ним уже можно прекратить это наставничество. Следующий алгоритм действий социального педагога образовательного учреждения. Что делает наш социальный педагог? Собирает информацию о социальном неблагополучии детей, обучающихся в образовательном учреждении или детях, совершивших правонарушение. Изучение социально-педагогических особенностей личности ребенка и его микросреды. Это посещение семьи на дому, индивидуальные беседы с ребенком или родителем. Также составление индивидуальной карты сопровождения ребенка по оказанию социально-педагогической помощи и поддержки. Постановка на бесплатное или льготное, допустим, питание. Контроль за посещаемостью занятий. Возможно, это посещение дополнительных кружков, посещение продленки. Также организация занятости детей во внеурочное время или же индивидуальное трудоустройство. Как я уже сказала, с 14 лет у нас дети могут уже работать в согласии родителей. Следующее осуществление взаимодействия со всеми субъектами нашего сопровождения при необходимости привлечения соответствующих служб для работы с ребенком. При необходимости подготовка и направление материала на заседание, также представление интересов детей, вынесение спора о снятии с внутришкольного учета. По необходимости внесение предположений и подготовка документов, опять же, если необходимо ребенка определить в приют, также социальный педагог составляет документы на лишение родителей родительских прав или же устройства в приемную семью. Он тоже собирает определенные документы. Важное условие это профилактика, как я уже говорила, если мы будем хорошо с вами заниматься профилактикой, но это не 100%, но мы с вами понимаем, что тогда детей, которые попадают в группу риска, будет намного меньше. Социально-эмоциональная компетентность это важное условие профилактики социально-эмоциональных проблем и одна из важнейших задач педагогического взаимодействия. Развитие социально-эмоциональной компетенции осуществляется, опять же, на трех уровнях. Это когнитивном уровне формируется понимание, представление о себе, о других, о взаимоотношении людей. На эмоциональном уровне здесь у нас развивается способность к саморегуляции, к осознанию своих собственных чувств, к их проработке, потому что мы знаем с вами, что непроработанные чувства, они тянутся дальше, дальше, дальше и формируют такой снежный ком. И на поведенческом уровне формируются и развиваются навыки социального взаимодействия. И я вам не буду уже зачитывать, есть здесь алгоритм действий, который вы также можете скачать, он находится у нас в папочке файлы, да, это вот прям конкретно алгоритм с таблицами, которые вы можете заполнить и уже работать по ним. Ну, если есть какие-то вопросы, я сейчас во вкладочку вопросов зайду, отвечу на них, и если есть вопросы, вы можете их задавать, но лучше во вкладочку вопросов, потому что сейчас в чат будет очень быстро убегать, и я могу их потерять. Смотрите, Людмила, если в школе нет социального педагога, то его обязанности по сопровождению детей группы риска автоматически переходят на педагога-психолога. Смотрите, какая ситуация, смотря, естественно, что написано у вас в должностных обязанностях, мы все это смотрим, читаем, и, естественно, смотрим, есть ли это у нас в наших должностных обязанностях, но, как я уже сказала, сопровождение детей группы риска, это не театр одного актера, у нас занимается не только педагог-психолог, не только социальный работник, не только классный руководитель, у нас комплексное должно быть сопровождение, только тогда мы можем оказать качественную помощь, но зачастую, исходя из опыта, это просто перекладывается на педагога-психолога, но, опять же, здесь этот момент, да, мы смотрим наши должностные обязанности, которые мы подписываем при приеме на работу, но по информации, по сертификату вам сейчас Татьяна Викторовна ответит, потому что я хотела сказать, у меня все, вот Татьяна пишет, не приветствует индивидуальное обучение, с трудом дают правки, смотрите, здесь может быть адаптированная образовательная программа, это не значит, что ребенок должен заниматься один, но просто программа с корректировкой, да, таким моментом мы с вами тоже можем выйти из ситуации, но, насколько я вижу, вопросов больше нет, было приятно с вами работать, на сегодня у меня все, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok